Всем привет! Сегодня сделаем расклад, в котором посмотрим, что с вами произойдет в течение 10 дней, какие вас ждут события, к чему вам быть готовыми. Итак, изменения в течение 10 дней. Перемены. О, какое мощное начало и очень перспективное какое-то. Карта Паш Пентакли очень часто говорит о какой-то ступени, которая будет преодолена вами. Для кого-то это первая ступень, после которой начнется движение, произойдет сдвиг ситуации с мертвой точки. Для кого-то это просто переход с одной ступени на другую. В любом случае это подъем, это шаг вперед, это какое-то достижение, это открытие новой дороги. Это понимание того, что вы преодолели какую-то ситуацию и теперь перед вами открывается следующий уровень. Вы можете ставить новые задачи, новые цели, они будут достигнуты. Да, большая победа будет. Здесь однозначно преодолена какая-то ситуация. Сегодня она представляет для вас сложности, трудности. Да, вы не знаете, может быть, пока еще как справиться с этой ситуацией, с наименьшими потерями для себя. Но здесь я бы так сказала по карте МАК. Как вас сама Вселенная выводит в лидеры, выводит вас из этого какого-то не слишком привлекательного для вас положения. Карта МАК. Человек-победитель, человек-лидер, человек-преодолевший что-то, человек-вышедший вперед, да. Человек-обладатель чего-то. Человек-победитель, 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 это как путь к успеху, это как попутный ветер, это как удача, которая может буквально свалиться на вас неоткуда. Это может быть, знаете, сдвиг вперед, да, с мертвой точки какой-то ситуации, где вам казалось, что уже ничего хорошего не будет. Здесь в течение 10 дней явно какие-то серьезные изменения, да, большие перемены, преодоление, завоевание, переход на новый уровень, разрешение какой-то глобальной проблемы. Вот в течение 10 дней действительно будет что-то очень важное. Что еще будет происходить в этот период в вашей жизни? Четверка кубков. Карта человека, которому предлагают какие-то возможности, но оно как будто вам и не нужно, да. Вот он, видите, сидит и он такой в тоске. Они не обращают внимания на тот кубок, который призывает его, возможно, на что-то посмотреть. Какие-то заманчивые предложения, какие-то, может быть, повороты судьбы, но, знаете, оно вам как-то неинтересно, да. Здесь кто-то, может быть, предложение вам сделает. Это как вот какая-то перспектива вроде как с одной стороны, но вы понимаете, что вы теперь хотите другого. На самом деле это карта человека, который трансформировался уже в совершенно новую личность. Я бы так сказала, что вот этот цикл 10-дневный, он для вас станет определяющим в каком плане. В том, что вы четко для себя определитесь, вот чего вы не хотите больше видеть в своем пространстве. Это будет время самоопределения, чего я хочу на самом деле, да, и каким я хочу видеть свое будущее. Это карта человека, который разбирается теперь уже через призму времени, через призму неприятностей, каких-то сложностей. Разбирается в людях, разбирается в том, что нужно и что не нужно, да. Здесь вы уже внутренне мощно будете фильтровать все то, что приходит к вам. Вы человек, который притягивает разные, разные энергии. И черные, и светлые, чистые энергии. Не всегда вы различаете эти энергии. Очень часто к вам и зло притягивается. Но вот этот цикл, он для вас, знаете, станет каким-то очищающим временем. Вы будете особенно отчетливо видеть, где то, что вам не нужно. Вот где вы можете разочароваться, если вы согласитесь на это, да, пойдете по этой дороге. То есть здесь вы будете уже фильтровать те предложения, ту информацию, те энергии, которые приходят в ваше пространство. А приходить они будут разные. Вы человек, который интересен многим. Будут предложения, будут какие-то, знаете, ну не то чтобы провокация, как призыв вас куда-то пойти, к чему-то присоединиться, в чем-то поучаствовать. Кто-то совет может мудрый вам дать и тем самым вывести как будто бы вас из вашей сложной ситуации. То есть желающих помочь будет много. Но надо понимать, кто реально может вам помочь. И вы это будете понимать. Вы как никогда будете видеть насквозь людей, которые реально могут вам дать мудрый совет. И те, которые просто бла-бла-бла вам говорят. И хотят что-то поиметь за счет вас, возможно. Ну вот карта мага, это как раз про четкое видение. Человек хозяин своей судьбы. Он понимает четко, что он впустит в свое пространство. А что останется за его пределами. Ну вот такое время. Казалось бы, 10 дней. Достаточно маленький срок. Что может измениться? Вот такая внутренняя трансформация может произойти. Надеюсь, вам еще и Вселенная помогает. Через Пожа Пентаклей подбрасывая какие-то мысли, идеи, через которые вы видите направление. Верное направление, видите. Так, что у нас здесь еще карты? Ой, какая удача. Большая удача у вас в течение 10 дней. Решение прям какой-то глобальной задачи. Вы этого долго ждете. Кто-то несколько месяцев ждет. Никак не получалось разрешить эту задачу. Здесь разрешаете. Вот в течение 10 дней разрешаете. Тут, понимаете, не было ни негатива какого-то. Если рассматривать причины, почему так долго не изменилась, не менялась ситуация. Здесь просто, ну, как бы время не настало. Ну, не настало время. А здесь уже все будет проще и быстрее, потому что время подошло. Ну, вот есть такие моменты, над которыми мы не властны. Мы не властны. Не все от нас в этой жизни зависит. Иногда надо просто посидеть и подождать своего часа. Вот он настает для вас. Ваше время, ваш день и ваш час, когда будет удача, благополучие. Разрешение важной проблемы какой-то. Ну, вот вы королева обстоятельств, да, королева жезлов. Туз Пентакли, Карта Маг. Человек, которому есть гордиться, есть чем гордиться. Разрешена какая-то глобальная задача. Вам легче от этого стало. Вы прошли какую-то очередную сложную стезю, да, сложную ступень какую-то. Подъем в жизни у вас будет. Подъем. Идет мощный подъем в течение 10 дней. Победа. Победа над обстоятельствами. Прямо стремительно дальше как-то все пойдет. Ну, я говорю, здесь ситуация какая-то замешая. Вот сдвиг с мертвой точки должен был, был бы давно произойти, может быть, да, вы ждали этого давно. Но не мучьте себя. Здесь просто подошло время. Вот только сейчас оно настало. Почему так? Ну, трудно сказать. Никто не ответит вам на этот вопрос. Только Вселенная это знает. Почему именно здесь и сейчас? Почему так долго это тянулось? Наслаждайтесь победой. Наслаждайтесь вот этими мгновениями, которые посылает вам Вселенная. А здесь будет вам за что себя уважать, ценить. Будет чем гордиться, будет что отметить, будет, скажем, на чем основываться дальше, да, как бы достраивать свой дальнейший фундамент будущего. Будет от чего оттолкнуться, да, у кого-то вот прям будет такая крепкая почва под ногами, ну, такая более-менее стабильность, от которой вы сможете оттолкнуться и дальше начать то движение, о котором вы мечтаете, да, реализовать что-то из того, что вы себе запланировали. То есть после вот этой истории у вас прям идут как по цепочке события развиваться, как камень преткновения. Вот эта история у вас, эта ситуация, эта проблема, да, из-за нее многое, как бы, стопорится в вашей жизни сейчас. Ну, вот она разрешается у вас в течение 10 дней. Ну, еще одна карта, посмотрим, что у нас, о, какая карта, смотрите, Туз Кубков. Прекрасная карта, прекрасный расклад, который, конечно, заряжает вас сейчас на позитив, на преодоление этой проблемы, да, стимулирует вас к движению, возрождает веру в вашей душе, поддерживает вот этот огонь веры, надежды, любви. Пусть эта добрая, чистая энергия, которая вот через край сейчас переливается, этого золотого кубка достигнет вас, ваши сердца, ваши души. Потому что расклад уникальный, конечно. Здесь человек очень долго ждал этого, очень долго. Ну, может быть, и не очень долго, да, все-таки здесь общий формат расклада, но это для вас, как, вот, знаете, камень преткновения. Может быть, вы впервые в жизни столкнулись с такой ситуацией. Радости вашей не будет предела, вот о чем Туз Кубков. Да, карта эмоций, карта чувств, которые переполняют. Гармония, наконец, воцарится в вашей душе. Как бы вам трудно ни было, тяжело ни было, а было очень тяжело. По десятке жезлов могу сказать, что здесь вы и энергии тратили где-то свои зря попусту, да, где-то прикладывали усилия для того, чтобы приблизить эту удачу. Вы не сидели сложа руки. Вы понимали, конечно, что не все от вас зависит, но вы продолжали движение. И вот Вселенная вас услышала, наконец, она дарует вам то, чего вы ждете. Радость вас будет переполнять. Такая легкость придет сразу, как будто камень сбросили с души. Ну, вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. Всем удачи! Приятного аппетита! Пока!